Всем доброго утра! У нас сегодня воскресенье. Дети очень счастливы были, что они сегодня смотрели мультики. Они сразу мне говорят, мама, тебе сегодня пряники делать не надо, то тогда мы будем смотреть мультики. А я сейчас готовлю уже обед, уже у нас 10 часов, 10-15. Перемолола фарш на мясорубке. Мясо, чтобы был фарш. Сейчас будет суп с фрикадельками. Так, вот мой будущий суп. Заготовка для супа. Вода, морковка, лук, картошка, соль, перец. И я всегда так делаю, все сразу скидываю, если есть возможность. Что, сынок? Заходи в дом, заходи. А здесь у меня фарш перемолотый, соль, перец и лук. Сейчас все перемешаю. Уже с улицы пришел. Что, вы там поработали? Ты не тяни так, пожалуйста, дорогой мой. Так, ну что, мы с Афанасьем теперь готовим. Афонька зашел. Суп. Говори не люб, а суп. Суп. Ты говоришь? Суп. 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 Саша там что-то плачет, да? Все? Да. Давай сюда. Да. Вот так. Так, дальше. Тебе давать еще, да? Да. Лук. Лук тоже нам нужен? Да. Как ты будешь катать? Покажи. А вот так. Мы с луком готовим, сынок. Лук там нужен. Все сюда клади. Тебе нравится готовить? Ну. Я сейчас буду делать кофе с помощью вот этой штуки. Миксера. Вот. Кофе уже сварено в гензерной кофеварке. Сейчас будем взбивать теплое молоко. Я сейчас буду делать кофе с помощью. Сейчас он все. Сейчас. Афинься, что вам наводили. сейчас чуть-чуть да даже я только вон сужен возле тебя тарелка дальше так и сейчас будем сюда доливать молоко ой молоко кофе кофе готов в общем-то я в машину самая первая пришла в том что нужно паспорт свой найти сейчас мы поедем на выборы на прическа конечно огонь просто потому что ветер детей тут каратэ так все мы едем а где у нас окно открыто прям очередь на выбор стать нет библиотеке наш участок там даже тир какой-то до батуты сейчас тир как раз такую погоду стреляет а что даже поют я пошлите ну пойдем посмотрим да пока они что делали до работы дети работу свою заделали даже дали детям наклейки да то есть это знаешь это будет это ну давай дома наклеим что там написано выборы президента да да это мне будет все дети спят я сейчас буду готовить замешивать вернее тесто для кулича в хлебопечке если честно рецепт из интернета поэтому в общем не знаю что получится но пасхи мне нужны куличи для фотосессии моих пряников как бы это ни звучало вот так что сейчас поставлю вот такое вот тесто в хлебопечке посмотрим что с него получится как и что в общем не знаю все ингредиенты как всегда в любом рецепте должны быть комнатной температуры либо подогреты то есть молоко я прям разогреваю до теплого если ну с мамонных слов да то есть как мама всегда делает она если это все замешивается вручную то она просто ставит молоко на плиту и прям руками пробует чтобы оно было теплое не горячее но теплое чтобы рукам было тепло да и сразу потом убирается огня и в этой же большой кастрюльке начинает замешивать тесто в общем я сейчас в микроволновке подогреваю молоко я отмерила в мерном стаканчике где тут у меня именно миллилитры до 200 миллилитров молока вливаю в хлебопечку я в хлебопечке печь не буду ничего просто замесить замес тесто поставлю дальше теперь сюда добавляем все сначала жидкие ингредиенты потом сверху сыпем все сухие то есть неважно в каком порядке все равно все размешается перемещается все ингредиенты я уже сложила хлебопечку цедры апельсина не было поэтому я добавила цедру лимона вот ванильный сахар дрожжи пакетик добавила здесь по инструкции написано что это дрожжи на сколько тут килограмм муки сейчас я найду она один килограмм муки я всегда добавляю пакетик потому что пол пакетика мне потом приходится выкидывать их потом не расходует поэтому вот так вот что еще делаю все ставлю в хлебопечку на режим тесто ну чтобы она готова на вымешивалась да они на режим как это выпечки то есть я выпить буду потом формочках ну что замес тесто тут происходит я открываю смотрю да что такое где ты фокус месяцы тут мое тесто я вообще помогаю силиконовой лопаткой вот прям отсюда потому что не всегда все это до теста доходит в общем много чего прилипает вкусного поэтому я считаю сама как хлебопечка помогают хлебопечке все закрываю и все больше не трогаю мне кажется по консистенции муки достаточно я буквально ложечку столовую добавила ну можно было в принципе этого не делать так что все закрываем и просто ждем час 19 так расстоялось уже мое тесто в хлебопечке теперь я все куличи сформировала пасточки у нас их называют и они теперь здесь тоже подходят это уже вот подошедшие так что сейчас будем ставить все это в духовку и печь 180 градусов я так думаю не знаю полчаса или 40 минут будем смотреть что испеклись мои куличики за 25 минут они пропеклись даже на мой взгляд подрумянились через чур в общем что рассказываю один наверно смазала плохо форму не могла вытащить прям все здесь прилипло прилипло поэтому вот эти все две хорошо вытащились прям и правда тут ножом ковырнула но знаете это же все потом декор декор будет и ничего не будет заметно по вкусу могу сказать в рецепте был ну дружи и переложила поэтому как бы тут особо-то рецептом не тот что был да потому что тесто из-за этого и рвалось через чур а ну в общем это ну все это задекорируется тоже фотосессия вот да в моих условиях это фотосессия и вот этот куличик все тоже прекрасно подошел тут тесто подходит вообще великолепно потому что дрожжи я вообще не пожалела вместо 7 грамм получается положила 11 один уже попробовала что могу сказать сахара здесь мало то есть 100 грамм на 200 миллилитров молока но там еще был по рецепту изюм поэтому как бы это что же сладость так что я думаю что если готовить без ничего и очень приятно чувствуется цедра лимона прям очень приятно вот так что сейчас все это остынет задекорирую куличики и можно будет пофотографировать их с теми пряничками которые сейчас есть я приготовила кушать и почему не в домашние куртки а в садичные пошел на улице скажи а кто знает папа тебе разрешил афанасий у тебя руки есть а где они выкинули их в огонь так давай ручками быстренько мыть ручки и пошли кушать афанасий мы ужинать и кушать нас пюре и не найдите наверно навряд ли будут хамсу да у нас хамса из салат из пекинской капусты и огурцов так пошли джей а гриша услышал вообще цена лишь а украшаю куличи в общем то здесь у меня айсинг видите жидковат стекает надо его погуще делать то есть ножевом белке вот здесь погуще уже загустила коричневый цвет сделать вот такие вот веточки но они тоже стекают в общем не знаю сейчас посмотрим что из этого получится что ты хочешь рот свой в инстаграм хочешь рот а зачем